Великого русского учёного математика Казанского федерального университета Уважаемый Павел Харулович, уважаемые коллеги, гости, друзья Я рад приветствовать вас на расширенном заседании учёного совета нашего университета Посвященном юбилею великого нашего соотечественника Николая Ивановича Лобачевского В нашем заседании принимает участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Павел Харулович Мухаммед Шин Представитель Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Члены попечительского совета Члены международного совета Представляющие известные европейские университеты Страсбурга, Потсдама, Парижа, Инсбрука и других научно-образовательных центров Я также с радостью хочу сообщить, что здесь в зале присутствуют Потомки Николая Ивановича Лобачевского Руководители организаций партнёров Руководители вузов и институтов Российской Академии Наук Депутаты Государственной Думы Российской Федерации И Государственного совета Республики Татарстан Представители широкой академической общественности и средств массовой информации Уважаемые коллеги 2017 год был объявлен в университете годом Лобачевского И на его притяжении было организовано большое количество конференций, семинаров, лекций и выставок Которые проходили не только в стенах университета, но и в широком публичном пространстве Всё это ещё раз показало, что деятельность Николая Ивановича Лобачевского и сегодня вызывает большой интерес Потому что она всегда отличалась многообразием и не ограничивалась только открытиями в области математики То, чего он касался и над чем работал Будь это область организационная, административная или воспитательная Сохранила память о его таланте и кипущей энергии А в историю он вошёл благодаря своему открытию Которое стало поворотом в развитии геометрии, математической логики и мышления Новая неевклидовая геометрия Лобачевского определила своё время Настолько, что всю полноту идей учёного современники смогли оценить только после его смерти Казанский университет бережно хранил и хранит память о Николае Ивановиче и его наследии Сегодня в доме, где обычно проживали ректоры нашего университета На протяжении двух последних столетий состоялось открытие в музее Лобачевского Идея создания которого обсуждалась на протяжении многих лет, ещё с советских времён Но только сегодня она была воплощена в жизнь Я думаю, что музей радушно распахнёт свои двери для себя О жизни Лобачевского и его современника Николая Ивановича в качестве преподавателя, учёного, ректора Казанского университета О зарождении и развитии идей неевклидовой геометрии Уверен, что новая экспозиция займёт достойное место в музейном комплексе университета, да и всей республики А также станет площадкой для продвижения математики в частности и науки в целом Торжественная церемония вручения медали и премии имени Лобачевского За выдающиеся работы в области геометрии и её приложений Юбилейный год Ещё одна дань уважения великому нашему соотечественнику Я напомню, что ещё в далёком 1895 году вслед за празднованием 100-летнего юбилея Лобачевского Было принято решение об учреждении одноименной международной премии Которая выплачивалась из процентов собранных средств основного капитала И составляла на тот момент 500 рублей золота Первая премия, как вы, наверное, все знаете, была вручена в 1897 году норвежскому математику Софус Ири За его работы по теории в представлении групп А медалью награждался учёный, написавший критический отзыв на работу номинанта Её получил немецкий математик Феликс Клейм До 1912 года премия вручалась достаточно периодично, но без соблюдения жёсткого регламента С 1915 года в связи с Первой мировой войной, а за теми известными социальными потрясениями Присуждение премии и медалей было остановлено В 1918 году капитал фонда премии Лобачевского был конфискован Однако уже в 1925 году по ходатайству Казанского физико-математического общества Наркомат просвещения страны внёс премию в свою смету И за последующие 20 лет она присуждалась всего лишь два раза В 1927 году и в 1937 году Медаль Лобачевска при этом не вручалась Затем возник длительный перерыв, связанный со Второй мировой войной После войны, постановлением уже правительства Советского Союза В 1947 году премия вновь была учреждена, но только с 1959 года по 1989 конкурсы на её соискание проводились регулярно Медаль в этот период также не вручалась В 1992 году, уже в постсоветский период, во знаменование 200-летия со дня рождения Николая Ивановича Была вновь учреждена медаль имени Лобачевского, присуждавшаяся учёным Советом Казанского университета Один раз пять лет российским и зарубежным учёным за выдающиеся работы в области геометрии Конкурс проводился одновременно и совместно с конкурсом на премию Мы присуждались в медаль и премию при этом разным учёным Причём конкурс на премию проводился Академией наук Российской Федерации Кстати, имена и портреты лауреатов можно увидеть только что открывшимся в музее Лобачевского Наконец, в 2016 году на заседании учёного Совета Казанского уже федерального университета Нами было принято решение возобновить вручение медали и премии Лобачевского на регулярной основе с периодичностью один раз в два года При этом решили, что обладателем премии и медали станет единый лауреат Идея была поддержана на заседании Попечительского совета Казанского федерального университета Во главе с президентом нашей республики Рустам Нургалеевичем Минихановым Причём все затраты по премии, кстати, самые крупные за все исторические периоды её вручения И проведению торжественной церемонии данного мероприятия Попечители взяли на себя, за что хочется им с этой трибуны сказать огромные слова благодарности Решением учёного совета также был создан Международный экспортный совет По присуждению медалей и премии, которые вошли ведущие российские и зарубежные учёные И что особенно приятно отметить, обладатели престижных математических премий Абеля и Филца А также медали имени Лобачевского Таким образом, возрождение медали и премии имени Лобачевского Это результат совместного труда учёного совета, Попечительского совета и Международного совета Это своего рода возвращение к тем далёким временам, когда впервые в 1895 году Казанское физико-математическое общество, сплотив воедино видных учёных, выдвинуло идею об увековечении памяти Лобачевского Создание специальной премии, попутно проводя активную просветительскую работу среди населения И разъясняя суть идей и заслуг великого математика Сегодня университет целенаправленно поддерживает эту преемственность поколений Бережно храня свои традиции, подтверждением чему и является наше торжественное заседание А сейчас я бы хотел передать слово председателю международного жюри Профессору университета Арсланову Марату Мирзавичу Который расскажет о самом конкурсе и избрании его победителя Который станет обладателем медали и премии имени Николая Ивановича Лобачевского впервые Поскольку это на самом деле так, медали и премия вручаются впервые Спасибо за внимание, Марат Мирзавич, прошу занять место Ваши аплодисменты, профессор Арсланов Марат Мирзавич Уважаемые коллеги, ученый совет Казанского университета в конце декабря прошлого года Организовал международные жюри, утвердил положение о жюри конкурса Руководителем рабочей работы тета-джюри было поручено мне В жюри вошли, как уже говорил Ишат Равкатович, представители всех современных направлений геометрии Можно сказать, весь цвет геометрической науки Здесь есть академики Старобинский, Фоменко, Матвеев Лауреаты Финцевские премии, Смирнов, Ял Лауреаты Аблевские премии, премии Лобачевского 1997 года, Громов Всего 15 человек Позднее один из членов жюри был номинирован на премию Лобачевского И согласно правилам конкурса был выведен из состава жюри конкурса Выдвижение кандидатов и лауреаты премии производились в конце августа 2017 года Всего поступило 23 предложения из Соединенных Штатов Америки, Канады, Франции, Израиля, Норвегии, Чехии, Украины, Казахстана А также из 5 регионов Российской Федерации, включая Республика Татарстан В соответствии с положением о проведении конкурса мы отобрали для дальнейшего рассмотрения 13 номинантов из всего числа Этими номинантами были профессор Института проблем передачи информации Российской Академии Наук А также профессор Университета Градис-Караллово-Чешской Республики Алексеев Дмитрий Владимирович Он был номинирован на премию Лобащевского за серию работ под общим названием Специальные геометрические структуры и их приложения математические физики Выдвинут Национальным институтом высшей математики Сешской Республики Заведующий отделом геометрии технического института Национальной Академии Наук Украины Юрий Ахметович Аминов Его кандидатура была выдвинута профессором Московского государственного университета Лауреатом государственной премии Александром Сергеевичем Мищенко За его работу по проблемам современной дифференциальной геометрии и их приложениям Американский математик-профессор Монреальского университета Канада Даниил Вайс Его кандидатура выдвинута выдающимся современным математиком Обладателем Аблевской премии, а также премии Лобащевского 1997 года Михаилом Леонидовичем Громовым Профессор Санкт-Петербургского университета, ведущий научный сотрудник Петербургского отделения Института математики Российской Академии Наук Иванов Сергей Владимирович Его кандидатура выдвинута ученым советом Петербургского отделения Института математики Российской Академии Наук А также его кандидатура поддержана профессором Петербургского университета Дмитрием Бурага Профессор Московского педагогического университета Вадим Федорович Кирещенко Его кандидатура выдвинута ученым советом этого университета за серию работ по многомерной дифференциальной геометрии Академик Французской Академии Наук Профессор Института высших научных исследований Парижа Профессор Радгарского университета Соединенных Штатов Америки Лауреат Филсовской премии Концевич Максим Львович Его кандидатура выдвинута выдающимся современным геометром Членом-корреспондентом Российской Академии Наук А также членом ряда иностранных академий Юрием Ивановичем Манином Профессор Института проблем управления трапезников Российской Академии Наук А также профессор одного из норвежских университетов Валентин Васильевич Лычагин Его кандидатура выдвинута ученым советом института проблем управления Российской Академии Наук Профессор Казанского технического университета имени Туполева Альферит Мавиевич Мухамедов Его кандидатура выдвинута ученым советом этого университета за его работу по созданию теории турбулентного движения Научный сотрудник Владикавказского научного центра Российской Академии Наук Юрий Геннадьевич Неконоров Кандидатура его была выдвинута Владикавказским научным центром Российской Академии Наук За серию работ по однородным римуновым многообразиям Профессор Иерусалимского университета Ильях Рипс Кандидатура Рипса была выдвинута лауреатом медали имени Лобачевского 1997 года профессором Кабраковым Один из мировых лидеров в области трехмерной топологии Профессор математики университета штата Индиана, Соединенные Штаты Америки Владимир Георгиевич Тураев Его кандидатура выдвинута академиком Российской Академии Наук Матвеева Профессор Московского государства университета Лауреат премии Ломоносова первой степени Ильжат Хакович Сабитов Его кандидатура выдвинута ученым советом Стекловского университета математики Российской Академии Наук Его кандидатуры также были поддержаны академиками Фоменко, Ришетняком и членом-корреспондентом Российской Академии Наук Протасовым Профессор Калифорнийского университета Ирвина Соединенные Штаты Америки Ричард Мелвин Шерн Его кандидатура выдвинута выдающимся современным геометром профессором Принстонского университета Соединенных Штатов Америки Фернандо Маркусом Поддержано лауреатом Филсовской премии профессором Яу Таким образом, как видите, перед нами стояла сложная задача И 29 августа члены международного жюри собрались на заключительные заседания для выбора лауреата премии Работа была напряженной, я не буду перечислять всю ту динамику Но в конечном итоге результаты трех туров голосования победителем был объявлен профессор Калифорнийского университета Ричард Мелвин Шерн Премия ему присуждается за его работа по позитивной энергии в общей теории относительности и решение проблемы Ямабе о компактных многообразиях А также за его фундаментальный вклад в теории регулярности минимальных поверхностей и гармонических отображений Вот один из членов жюри, профессор Ратью из Швейцарии, сравнил профессора Шона с Лобачевским Который совершил революционный переворот в геометрии Также и профессор Шон внес очень значительный вклад в геометризацию современной науки И геометрия входит в нашу жизнь сегодня повсеместно И заслуги профессора Шейна в этой области бесспорно И так, мы приблизились к кульминации Уважаемые дамы и господа, мы с огромной радостью приглашаем Лауреата премии и медалей имени Николая Ивановича Лобачевского 2017 года Профессора Калифорнийского университета Ричарда Мелвина Шейна Для торжественной вручения медали и диплома Николая Ивановича Лобачевского приглашается Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Хайруевич Мухамедшин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для облачения профессора в ленту обладателя премии приглашается ректор Казанского федерального университета профессор Ильша Травкатович Гафуров. Для вручения премии памятного знака приглашается генеральный директор АО «Связь Инвестнефтехим», председатель совета директоров ПАО «Акбарсбанк», выпускник Мехмата Казанского университета 1986 года Валерий Юрьевич Сорокин. Дамы и господа, обладатель медали и премии, профессор Ричард Мелвин Шейн. Дамы и господа, позвольте позвольте Лобачевский медленный премии, профессор Ричард Мелвин Шейн. Сегодня профессор здесь с женой, позвольте 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 Дорис Хелга Фишель Колбре. Позвольте 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 позвольте. Позвольте 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 Для приветствия слово предоставляется председателю Госсовета Республики Татарстан Фариду Хайруловичу Мухаммедшину. Рахимитегес храматли Фарид Хайрулову Мухаммедшин. Добрый день, доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости нашей республики, ученые иностранных университетов из различных стран. У меня есть уникальная возможность обратиться и к ректору Казанского университета Миша Травкатовичу Гафурову и к ректорам вузов, прибывших в нашу столицу Республики Татарстан, город Казань, руководителям институтов Российской академии наук. Членам ученого совета Казанского университета к самому лауреату премии 2017 года господину Шейн. От широкой общественности научной нашей республики я хочу поприветствовать всех участников сегодняшней торжественной церемонии вручения медалей и премии имени Николая Ивановича Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений. У нас сегодня, я бы сказал, большой научный праздник. Праздник в связи с тем, что мы реанимировали по срокам вновь вручение этой высокой награды, оценки вклада в науку и одновременно приурочив ко дню рождения Николая Ивановича Лобачевского, открытия музея, который, надеюсь, вы тоже, как и я, посетили. И я вам скажу, это историческое событие, это дань уважения к этому выдающемуся ученому советскому, российскому, татарстанскому, если хотите. И это традиции, продолжение традиций нашего Казанского федерального университета. С этим я тоже хочу от души вас всех поздравить. В текущем году премию достойен американский математик Ричард Мелвин Шейн, профессор Калифорнийского университета в городе Ирвине, внесший неоценимый вклад в развитие математического познания. Вручение этой награды, учрежденной 120 лет назад, как уже ректор с этой трибуны сказал, по праву становится явлением татарстанской и российской науки. В местном встрече представители нескольких поколений, ученых, исследователей, преподавателей, студентов. Особенно приятно видеть здесь потомков, выдающегося российского ученого и просветителя, а я бы сказал и организатора Николая Ивановича Лобачевского, Елену Николаевну, Ирину Сергеевну, Дмитрия Юрьевича. Мы вас приветствуем. Глубоко символично, что 120 лет этой премии отмечается в год 225-летия со дня рождения Николая Ивановича. Отмечу, что текущий год по инициативе Казанского университета и при поддержке руководства Республики Татарстан проходит под именем Года Лобачевского, в ходе которого было организовано множество научных и просветительских мероприятий. Венчает Год Лобачевского наша сегодняшняя торжественная церемония. В современном обществе идет активное обсуждение многих вопросов, связанных с развитием научной сферы. прошедшие академические форумы, прошедшие выборы Большой Академии Наук Российской Федерации и много других мер и мероприятий, которые идут в нашей России. И это закономерно, я бы сказал, и правомерно. Ведь сама жизнь, перспективы развития государств мира резко повышают ее роль. Научная деятельность претерпевает глубокие преобразования, вызванные качественно новыми требованиями жизни. Убежден, что одним из ключевых факторов устойчивого динамичного развития должно быть понимание, что государственная политика в самом широком смысле практически по всем направлениям должна опираться на науку. Это в полной мере относится и к фундаментальной и прикладной наукам. Татарстан активно развивает свой научный потенциал с опорой на полнокровную реализацию инновационного вектора развития. IT и нанотехнологии, города будущего, спутники города Казани, Иннополис и Смарт-Сити призваны стать реперными точками роста инновационных отраслей не только в нашей республике, но и во всем Поволжье, да и в целом в нашей Российской Федерации. К традиционным конкурентным преимуществам Татарстана относятся солидный образовательный и научно-технический потенциал. В настоящее время научными изысканиями в республике занимаются 12,5 тысяч штатных сотрудников, исследователей, техников, вспомогательных работников, и 5,2 тысячи специалистов трудятся на условиях совместительства договоров гражданско-правового характера. Основу институциональной структуры сферы НИОКРА образует 37 научно-исследовательских учреждений, 9 проектно-конструкторских бюро, 36 высших учебных заведений, 16 корпоративных по отраслям НИИ и КБ. По общему количеству научных организаций Татарстан занимает лидирующие позиции в Привозском федеральном округе. В соответствии с установками стратегии инновационного развития России на период до 2020 года, принятые страной, стабильно крепнет роль и место высшей школы в коммерциализации результатов научно-технической деятельности. При ведущих вузах республики создано свыше 120 малых инновационных предприятий. Более ста из них функционируют при федеральном и двух национальных исследовательских университетах. Стратегическая цель – развитие научно-образовательного производственного комплекса республики, достижение высокого уровня взаимодействия научных структур, позволяющего им выполнять роль инициатора и координатора, а в перспективе лидера – создание высококонкурентных товаров и услуг с привлечением ведущих российских и зарубежных фирм. Актуализируется потребность качественно нового уровня наших крупнейших научных школ с углублением сотрудничества с флагманами наукоемкого производства, а их в Татарстане немало. Таким образом, стратегия интеграции науки и образования будет расширяться до интеграции науки, образования и практики, а в реальном секторе – по жизни, экономике – до интеграции науки, образования и самого производства. Уважаемые дамы и господа, царица наук математика всегда была в центре внимания татарстанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов, которые внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой науки. Надеюсь, что и впредь изыскания в этой многогранной области науки будут открывать новые границы познания, явлений и процессов. Я хочу поздравить всех присутствующих с 225-летием, со дня рождения великого математика Николая Ивановича Лобачевского и пожелать новых успехов, новых открытий. От души также поздравляю лауреата премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений этого 2017 года профессора Калифорнийского университета в городе Ирвине Ричарда Шейна и его супругу. Желаю всем больших успехов, добра, здоровья и благополучия. Бигзу Рахмат, большое спасибо. Спасибо, Фарид Хайрулович. С момента объявления 2017 года, годом Лобачевского, в Казанском федеральном университете прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к этому событию, в которых были задействованы абсолютно все подразделения КФУ, как физико-математического, так и гуманитарного профиля. Это международные форумы и конференции, целый цикл научно-популярных лекций ведущих мировых ученых и даже спортивные мероприятия. Украшением сегодняшней церемонии станет своего рода вступление, как сейчас принято говорить, трейлер к почти часовому фильму о Николае Лобачевском, работа над которым будет завершена в следующем году. Фильм о великом математике снимает по заказу КФУ при финансовой поддержке Попечительского совета и содействию Технического университета Берлина. Известный кинодокументалист, лауреат международных конкурсов, наша соотечественница из Германии Екатерина Еременко. Внимание на экран! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Здесь на подиуме будет мебель университетская, которая воспроизводит кабинет Лобачевского. Вот этот зал, который мы с вами видим, планируется для создания экспозиции неэвклидовой геометрии. Здесь мы рассказываем историю развития идей. Он оправдывался, чем он занимается. Оправдывался, ему все-таки приходилось, потому что он не мог говорить, как я считаю Билл-то трейдером, гипербаллической геометрией. И ему говорят, что делать? И поэтому он говорил, а, вот я вот делаю какую-то геометрию, и она помогает мне считать какие-то определенные интегралы. Он назвал о Керевском дате 1840, а он был в Керевском. Вот эти все документы Мебельска организации. Они являются все документы Каусе. Вот здесь важная линия, не заст Dyксел нитамы, но застой, что Каусе также было бы проблем с лицом, а очень сына. Вот же фирма. Теперь мы увидимся, что очень интересное, он снизился буквально 28 до 29. Итак, здесь на этой патрили – есть чисто современное и модель, Продолжение следует... Созданный труд Лобачевского нефридовая геометрия Явилась поворотным пунктом развития математической логики и мышления 19 века Но для наших современников и для тех современников, когда жил Лобачевский Его учение было ведь непонятно Все думали, что Лобачевский немножко не из мира сего И мы тоже, когда в экспозиции, когда экскурсии проводим Это вот для наших мозгов Вот вы математик, да Ладно Я могу рассказать еще один сюжет Как в современной науке используется геометрия Лобачевского Вот это модель порядка, которая комфортно параметризована Конформная параметризация означает, что все линии пересекаются перпендикулярно и в противоположные стороны равны Метод, который использовался здесь, это метод дискретных конформных отображений Теория этих дискретных конформных отображений очень сильно связана с гиперболической геометрией Мы можем изучать вот такие картинки А можем изучать представление этой же науки через идеальные тетраэдры и через объемы этих тетраэдров Это довольно новая наука Для того, чтобы построить вот эту картинку Мы использовали некий функционал, который записывал в функциях Лобачевского То есть реально функционал, который здесь минимизировался Практически вот такой функционал Который основан на этой формуле для объема идеального тетраэдра Удивительно, что гиперболическая геометрия и функция Лобачевского Используется для строения козловыми не очень связанной с этой параметризацией Комфортной параметризацией поверхности Комфортной параметрия Комфортная параметрия Комфортная параметрия Сейчас у нас будет встреча депутатов Государственной Думы, Совета Федерации и председателей парламента Республики на нашей площадке по медицинскому классу. Это все кампусы будут нашего медицинского института. Ну, в общем, медицинское направление в университете существовало практически с первых дней. Старова Владимировна, эпидемия холеры, административные способности, воля, мужество энергии Лобачевских проявляет годы стихийных версий. Год эпидемии холеры, 1830 год. Вы точно помните, сколько месяцев студенты, обслуживающие персонал, преподаватели, шили, и никто не завалил благодаря вниманию и заботе Лобачевского его борьбе с холерой, с эпидемией этой. Не допустил. Холеры нет, но есть много других болезней, с которыми мы боремся. Самая главная болезнь – это виноградное понимание того, что нужно делать в области лобцины. В связи с этим – потери определенных позиций российского здравоохранения. У нас концепция-то менялась сегодня. Подготовки, обращения. Возвращение нового университета в институте, когда посещали симуляторный центр. Чтобы сделать эти симуляторы, нужно, чтобы вместе работали медики, химики, электрончики, физики и айтишники. Также внутри – это робот-компьютер. Здесь симуляторы не будут вводить, которые созданы в инженерном центре. 80% – это наши симуляторы. Спасибо. Здесь мы видим хороший пример, как из куска пространства, в этом случае из куска плоскости, можно соорудить всю плоскость. Вот такие параллельные переносы направо, налево и вверх-вниз. Мы применяем ерклидовые движения, чтобы покрыть всю плоскость. Конструкция существует в гиперболическом пространстве. Но там фундаментальный кусочек, который мы будем переносить, он более сложный. Это уже будет многоугольник в большем количестве сторон, например, 8 или больше. И движения, которые будут отвечать этому параллельному переносу, который мы видим в этом случае, они будут тоже более сложные. Это будет и движение в гиперболическом пространстве, которое сохраняет все метрические свойства этого многоугольника. И мы в гиперболическом пространстве тоже берем много копий этого многоугольника, бесконечного места, вместе, ровно таким же способом. И получаем покрытие всего гиперболического пространства. This is the bunker disk. What we should also visualize is flying in the three-dimensional hyperboid. Казахстан, 6th or 18th of July, 1808. This is a letter from Abarthes to Gauss, where he talks about his arrival in Казахстан. Why would a German leave and go work in Russia? It seems that just the conditions were very attractive. They would receive a good salary, very well treated. Магнитский считал, что весь беспорядок в университетах наших произошел от образования книг и людей, перешедших к нам из Германии. У него была своя излюбленная идея. Он хотел соединить веру с просвещением. Под влиянием этой идеи в голове его созрел целый план преобразования, который он сообщил в министерстве. Он утверждал, что необходимо все взять в свои руки и с этой целью наблюдать за нравственностью не только студентов, но и преподавателей, которые нам предписывают не только действия, но и мысли. Вы знаете, это же сегодня и в какой-то степени свойственное и нашему периоду. Наверное, рассуждения Магнитского, они же исходили из того, что он был представителем императора на этой территории, который должен был осуществлять надзор. И он исходил из того, что вертикаль власти и монархии должна быть сохранена. Многие говорят, что он прижимал свободу и так далее. А если бы он тогда распустил, может быть, университет не был бы построен, обустроен. Представьте, студенты Казанского императорского университета выходят против царя-батюшки. И при этом ректор Лобачевский спрашивает ресурсы у царя-батюшки построить здесь все эти камусы, здания и так далее. Я думаю, это император подписался. Поэтому все зависит от ситуации. А теперь по традиции для ответного слова и презентации своей научной работы приглашается Профессор Ричард Шейн. Теперь слово дает к профессору Шейн для презентации его исследования, которая была высококачественной социальной общественной системы. Профессор Шейн, пожалуйста, приглашайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поважаемые члены жюри, господа и господа, ничего нет более важного для математика, как признание его коллег. И это большая честь для меня получить эту награду. И я знаю, что любой математик, а я знаю многих математиков, и я знаю, что они очень независимые люди. И когда многие из них собираются вместе и ни о чем не договариваются, и я думаю, что когда 15 человек собираются вместе и проводят большую работу в таком сложном процессе и выбирают лауреата, и, конечно же, для меня это большая честь, что меня выбрали для присуждения этой награды. Я также бы хотела поблагодарить профессорко-преподавательский состав университета за присутствие здесь, в Казани, с моей женой Дориас. И мы посмотрели город, нам очень понравилось, и мы ценим такую теплую встречу. И меня попросили представить презентацию моей работы, и я бы хотел представить ее в контексте фундаментальной работы Лобачевского в области геометрии. Как уже упоминалось в фильме, Лобачевский сыграл фундаментальную роль в основании геометрии, не в клитовой геометрии, я бы хотел описать, как работа Лобачевского относится к новой математике, к новой эре математики, которая включает дифференциальную геометрию, геометрию относительности. И я попытаюсь осветить в общем свой вклад в эту область науки. Геометрия началась с Евклида в 300 году нашей эры. Он сформулировал аксиомы, которые представляли очевидные утверждения. И Евклид развил теоремы, которые были далеки от доказательств. И идея заключалась в доказательстве аксиом пространственной геометрии. И эти аксиомы, одна из них, пятая аксиома, которая называлась постулат параллельных, это утверждение, которое предполагает, что если на линии есть точка, и если есть точка параллельной другой линии, они не пересекаются. Это была аксиома Евклидовой геометрии, которая казалась менее очевидной, чем другие аксиомы. И в течение 200 лет люди пытались избавиться от этой аксиомы, потому что она была труднодоказуема. И по многим причинам приблизительно в 1824 году Лобачевский разработал новую геометрию, которая включала все аксиомы, за исключением аксиомы параллельных прямых. И поскольку эта аксиома не могла быть доказана, и мы знаем, что это называется гиперболической геометрией, и этот график показывает пересечение линий в геометрии гипербол-Лобачевского. И эти линии в геометрии Лобачевского появляются многие параллельные ниже линии Пи, которые пересекаются либо не пересекаются. И ключевая концепция, ключевая идея, представленная в геометрии Лобачевским, это была геометрия, присущая, были постулаты присущей геометрии именно Лобачевского. И мы начали с Гауса и теоремы Эргемума о том, что кривые могут быть помещены или встроены в общее пространство. И это указано на то, как мы понимаем геометрию поверхности и важная теорема Эргемума, которую назвал текущий... И Гаусс показал, что существует определенная кривизна, которая зависит от окружения и от пространства. И длина кривых зависит от кривизны. Но, с другой стороны, геометрия Лобачевского была первой неевклидовой геометрией или геометрией кривых с точки зрения геометрии. И он разработал то, что абсолютно свойственно в евклидовом пространстве. И это показано Хилбертом в 1901 году, что плоскость Лобачевского не может быть помещена в трёхмерное пространство. И мы можем рассматривать только её отдельные фрагменты, но не в целом плоскости Лобачевского. И гиперболическая геометрия в пространстве не может быть рассмотрена в плане неевклидовой геометрии Лобачевского. И вся идея о геометрии кривых была разработана в соотношении с неевклидовой геометрией. И в особенности работа Лобачевского сочеталась с идеями о геометрии пространства, которая привела к свойственной геометрии, которая была разработана в 1915-м. И в этом время появилась теория относительности Эйнштейна, которая точно так же применяла геометрию. И она была разработана для того, чтобы сравнить теорию притяжения Ньютона и сравнить её с теорией относительности. Это были две теории, которые были совершенно несовместимы. И где-то в 1915-м году Эйнштейн представил теорию на основании теории присущей геометрии. И в действительности она оказалась очень успешной и верной. Позвольте сказать немного о кривых и о кривизне. Мы можем измерить кривые в плане углов и треугольников, где у нас есть стороны и углы. И существует формула в гиперболической тригонометрии, которая говорит, что если мы берём треугольник и эвклидов-треугольник, который имеет свойство, в котором углы могут быть равными. И справа вы видите гиперболический треугольник. Мы видим, что углы сокращаются. И разница между этими, погрешность между этими углами равняется по теории Лобачевского погрешности в пространстве. И если мы возьмём очень маленький треугольник, который очень похож на сектор, мы можем применить это к теории Лобачевского. И если мы увеличим масштаб, то погрешность будет увеличиваться в евклидовой геометрии. В общем, в дифференциальной геометрии погрешность угла может быть записана через формулы интеграла кривой. И в особенности формулы, которые здесь не представлены, которые показывают кривую Лобачевского с коэффициентом К, который равняется минус единице. И герпоболическая геометрия это геометрия кривой, которая равна с коэффициентом минус один. И я нарисовал здесь картинку пространства поверхности в пространстве. и она исчисляется по формуле через интеграл. И она оказывается меньшей, чем площадь сектора оказывается меньшей. Основные идеи, которые являются важными в геометрии, это симметрия. И евклидовые аксиомы постулировали симметрию движения, которые указывают на движение двух точек. Если мы возьмем пару точек и другую пару точек и передвинем их на расстоянии до других точек, мы можем проследить движение. И эти евклидовые движения это ассимметрия в евклидовом пространстве. И если мы движем эти точки и мы если вовращиваем их, например, мы, тем не менее, не меняем расстояние. И в геометрии Лобачевского существует анализ гиперполических групп, когда мы также берем две точки и в таких же условиях они могут быть передвинуты по отношению к другой через симметрию. И гиперболическая группа в симметрии гораздо интереснее в математических постулатах. И это группа трансформации Лоренса, которая сохраняет геометрию в особой относительности. поскольку модель гиперболической геометрии может быть вложена в евклидовое пространство или в пространство Винсковского, которое включает пространство математику Лоренса. И здесь уже существует связь между геометрией Лобачевского и относительность, пространственной относительностью. специальностью. евклидовой геометрии мы можем посмотреть и использовать евклидовые движения или трансляции, чтобы рассматривать решетки, например, в кристаллических, в решетках. И, например, если мы берем квадрат, мы производим вращение. И справа показан момент вращения. И поскольку передвижения они симметричны, то во вращении в катушке также происходит симметричное вращение. И мы не можем определить разницу между тором и плоскостью. И мы видим здесь большой шар, который и здесь им видим петли, которые наматываются на поверхности. Евклидовая геометрия определяет естественную геометрию на поверхности в евклидовых движениях. И вы можете задать вопрос, а как насчет не однородных поверхностей? Это замкнутые поверхности и мы видим закрытые замкнутые пространства. Налево мы видим пространство поверхности с двумя ручками, направо с тремя и большим количеством. И знаменательно, что гиперболическая группа симметрией на поверхности с более чем одной ручкой имеет гиперболическую геометрию, локальную геометрию. и тогда геометрия Лобачевского становится центральной в изучении геометрии топологии поверхностей. геометрия здесь видно решетку пространства плоскости Лобачевского и мы видим октагон восьмиугольник и изображения здесь являются несимметричными и мы видим симметрию и асимметрию в плоскости Лобачевского и здесь получаются две поверхности которые мы видим на левой картинке и поверхность которая является многогранной неоднородной и приводит к гиперболической матрице это это применение гиперболической геометрии основное применение гиперболической геометрии мы говорим о трехмерной геометрии и было показано первое предположение появилось еще в 1890 году когда геометрия Лобачевского в трехмерном пространстве играла могла иметь также большую роль в трехмерных исследованиях и он предположил что их можно объединить в одну геометрическую структуру примечательно что это уравнение было задача была решена и за последние 15 лет мы видим работы Гамильтона который работал и использовал так называемый поток Ричи это эволюционное уравнение для геометрии трехмерного пространства и мы понимаем что геометрия гиперболитра играет существенную роль в действительности говоря в общем это позволяет представлять похожие условия которые гарантируют трехмерное многомерное пространство имеет такой же гиперболические структуры как и в простой геометрии мы понимаем что поверхность разнородные поверхности с двумя ручками могут иметь локальные гиперболические структуры в общей теории относительности гравитация представлена не евклидовой геометрии во времени и пространстве это четырехмерная многомерная единица где мы учитываем течение времени и направление времени общая теория относительности развивает семьи трехмерной геометрия и мы можем сконструировать пространство и время в относительности и рассмотреть его в трехмерной геометрии это будет искривленная геометрия геометрия кривых и мы рассматриваем здесь уравнение волны в особенности в относительности гравитация производит радиацию это было доказано в последнее время этим много занимаются и радиоволны были детектированы впервые несколько лет назад и они всего лишь два года назад и руководители проекта получили претендуют на Нобелевскую премию и геометрия пространства и времени если мы возьмем массивную частицу которая относится к времени и пространстве она будет двигаться по определенной траектории и частицы которые не на которой не действуют другие составляющие силы будут двигаться именно таким образом и она эта картинка показывает взаимодействие черной дыры и частиц в двух частиц которые двух черных дыр извините гравитация подчиняется уравнением Эйнштейна это общая формула общее уравнение и заглавная g равна 8 π t где g это часть пространство и времени и t это сконструировано построено из полей материи и возможно материя присутствует и здесь заключается в том что поля материи в гравитации подчиняются эволюционному уравнению Эйнштейна если мы перефразируем Джона Уиллера идея что материя служит источником уравнения и ноль вызывает кривизну где геометрия пространства и времени диктует материи как двигаться и геометрия пространства и времени определяет шаблон по которому передвигается материя и далее происходит замещение в физике Ньютона и в теории гравитации Ньютона частицы двигаются согласно уравнению G равно 8 ПТ и другими словами небольшая часть материи будут двигаться согласно геометрии пространства и времени и существует объединение геометрия времени и полей как я уже говорил уравнение Эйнштейна было представлено в 15 году прошлого века и обоснование ему было подтверждено в 16 году Свардшильдом и решение которое он пришел от круговой симметрии они параметрированы параметром М который называется массой его решения и связанные поверхности которые называются горизонтом решение не является полным это похоже на на то что показано здесь на внешние связи в решении в Швардшильда и это это внешняя поверхность черных дыр и таким образом решение Швардшильда сам по себе предлагает что движение гравитационных масс а в целом это если у нас будет пространственное временное объединение которое определяет гравитационные системы и мы говорим о определенных субстанциях или материи и гравитации которые которые разрываются по тому что выиграны как пространственная некая ровная поверхность довольно естественно определять общую массу общего решения как Швардшильдовская масса как некая стремящаяся к бесконечности и эта масса в отношении общей массы определяется общими решениями в общем установке которая называется ADM который изучал в 60-е годы это названо в его честь это масса всей системы и на этой картинке видно как есть определенная ротационная симметрия и решение может быть чего угодно это может иметь определенную топологию и может иметь абсолютно асимметричный это бесконечность предполагает некое разъединение распадения на плоскость плоскую а не объемную объемное образование то что называют асинтетически плоская формация и теорема позитивной массы которая была упомянута это утверждение которое говорит что любой изолированной системе при том что физически разумное пространство то есть имеет позитивную плотность этой энергии она будет вполне справедливо что общая масса этой системы всегда имеет позитивное значение а масса равна нулю только в очень узких случаях когда мы говорим о в случае Менковского когда мы говорим об абсолютно плоском случае и это было подтверждено в 80-е годы вы можете подумать о определенных физических показателях в отношении теории общей относительности две гравитационные системы которые находятся далеко удалены рука друг от друга и то что эти массы оба заряжены положительно они двигаются движутся друг к другу если они заряжены положительно то они будут убегать друг от друга это некая теорема стабильности в общем-то решения уравнения Эйнштейна когда мы говорим об асинтатических разделенных системах оказалось что теория позитивной массы также имела применение для трехмерных геометрий и в частности результат который аналогичен тому результат который был получен то что трехмерные множество имеет постоянные геометрии или постоянные кривизны то что немножко понимание этой идио постоянной кривизны и так называемые гипотезы ИМАБы и в 1984 году я понял что теория позитивных масс в общем-то не является неким клеем который объединяет все эти геометрии и когда вы пытаетесь построить подобные геометрии когда вы не разбегаются они могут скажем так становить некими сингулярами и вы используете теорему позитивных масс и можете показать что на самом деле этого не происходит и в целом эти геометрии эти геометрии всегда существуют и в конце я хочу сказать что высокоразмерных решений в теории позитивных масс и в боте ИМАБы много возникает сложных вопросов которые требуют решения и только сейчас мы находим ключи и находим ответы на эти вопросы и конечно же когда говорим 3 плюс 1 о размерностях и трехмерных каких-то системах есть определенный интерес физики с точки зрения Трун теории Струн и математически конечно очень интересно это все изучать и ИМАБы гипотезы ИМАБы которые имеют определенные вопросы особенно высокоразмерных системах мы которым пытаемся по-прежнему решить и найти определенный выход из сложных ситуаций и найти вопрос ответ на эти вопросы и как Лобачевский на конечном счете в самом начале концептуально решил те или иные вопросы определил путь развития науки и теории общей относительности и различных теорий и в общем-то постарался уложить это в эту соответствующую теорию и большое спасибо за ваше внимание спасибо любимый профессор спасибо благодарный профессор вот и подошла к концу церемонии награждения с момента выдающихся открытий великого русского ученого прошло уже почти два столетия и до сих пор гордое имя одного из выдающихся ректоров Казанского университета звучит среди научной элиты всего мира благодарим всех гостей за участие в исторической первой после долгого перерыва церемония вручения премии и медали имени Николая Лобачевского церемония объявляется закрытой всего вам доброго салбога схирбетли кунақлар